здравствуйте телерадио компания русский мир представляет программу тайный код россии как всегда мы обращаемся вот к этой самой недоговоренности которая рождает белые пятна в истории мы попытаемся эти белые пятна раскрасить вообще что-то о них рассказать о той самой недоговоренности все-таки и проявить в виде договоренности значит вы знаете одна из главных проблем любого государства как это ни странно являются праздники но вот совсем недавно мы отметили новый год и старый новый год и новый год как таковой да значит я просто хочу сказать я часто встречаюсь с не знаю как сказать зрители слушатели как угодно езжу по стране и вы как правило задается очень удивительный вопрос а почему у нас два старых почему нас два новых года старый и новый и вы знаете эта традиция традиция причем совершенно уникальная потому что это единственная страна где всегда во все времена отвечали два новых года значит когда у нас новый год был в марте это он был до 15 века до 1492 года было два новых года был мартовский который отмечался в день весеннего солнцестояния до 21 марта и был ультрамартовский поэтому народ на всякий случай отмечал два нового года после того как в 1492 году это иван 3 который на самом деле он-то назывался иван грозный они его внук иван 4 назывался грозный иван грозный при жизни не назывался иваном грозным а вот иван 3 назывался значит при иване грозным который 3 до и про иван васильич у него была жена суфри пареолог вы знаете это вот отдельная тема может когда-то мы ее коснемся роль женщина в истории наш это совершенно уникальная вещь и так наступает 1492 год это седьмое тысячелетие со дня сотворения мира значит с этого года на следующий год не печатались не пасхали вообще никто ничего не планировал потому что ожидался конец света вообще паника была ужасная возникло невероятное количество всяких сект чего угодно и вот софья спрашивает своего супруга иван васильича скажи пожалуйста а когда у вас отмечается новый год выгод ну как когда как и положено в марте когда давай мы как и положено перенесем это на первое сентября ну это давай и вот в 1492 году новый год был перенесен на 1 сентября народ запутался где там этот март где сентябрь и общем этот конец света как-то прошел совершенно незаметно но люди на всякий случай отмечали два новых года новый и старый то есть мартовский и сентябрьский эпоха петра первого петр первый значит как всегда отмечает 1 сентября 1699 года новый год 1 сентября значит издает указ о том что отныне новый год будет у нас праздноваться с 31 декабря на 1 января то есть но на новый год как так как который нам всем знаком значит народ понял что вообще это все очень хорошо но старый новый год все-таки старый новый год и поэтому 1 сентября отмечался старый новый год а 1 января отмечался новый новый год то есть это двойственность сохранялась но самое интересное вот что главным подарком на старый новый год на 1 сентября который осталось у всех наших детей потому что они ходят в именно первого сентября с этого времени начинается учебный год главным подарком было яблоко поэтому государь всех одаривал яблоками кстати это же 1 сентября это самое богатое время все созревает все изобилие невероятное сша но он всех одаривал яблоком это было принято и яблоко стало главным украшением елки которая появилась со времен петра первого не сразу про то прижилась но тем не менее прижилась яблоко орехи вот этого вешалось на елке это такое было главное украшение случилась невероятная вещь в середине 19 века это по-моему 1850 год оказался полный неурожай яблок причем везде в европе и у нас и вот наши значит эти самые хитроумные счет немцы решили заменить яблоко чем тем что до сих пор мы вешаем на нашей елке заменили это шариком надувным стеклянным шариком который стал олицетворение вот этого самого яблока как такового и затем значит мы знаем уже 1918 год советская власть советская власть переходит с юлианского календаря на грегорианский поэтому у нас новый год потом идет рождество по старому стилю потом новый год по старому стилю вот это вот такая история но дело все в том что петр первый когда придумал вернее перевел все вот на этот юлианский календарь на 1 января значит главный праздник который должен был быть в стране потому что он считал что праздники это то что должно объединять людей поэтому при петре первом появился первый день военно-морского флота первый день победы вообще много-много праздников которые должны были объединять народ на базе вот этого какого-то события очень важно и таким был естественно новый год но так как петр прекрасно знал что народ российский как-то вот эти указы принимает не всегда так радостно он может их и как бы не не следовать им поэтому он назначил человека который назывался рамадановский был такой человек у которого был очень странный такой титул назывался князь папа вот этот князь папу он назначил проверять ходить по всем московским домам 1 января 1900 700 года проверять кто как отмечает новый год вот вы знаете что такое народная память она конечно неистребима с ней вообще бороться очень сложно это также как вы знаете чем отличаются законы писаные от неписанных писаный закон вы можете поменять они писаные вы хоть вы чего хотите делайте ничего не по не получится когда-то и она анна леопольдова на решила отменить всех дураков россии был специальный указ такой ну и что это не ничего не поменяло в нашей жизни так вот значит этот самый рамадановский ходил по всем домам и проверял кто как отмечает новый год что нужно было отмечать значит елки там салюты стол богатые все прочее его естественно везде угощали но вот эта рамадановская была она такая физиологическая странность он чем больше выпивал тем больше его нос становился красным к утру у него был просто вот такой знаете огромный как помидор висел и вот с тех пор народ запомнил что в новый год должен приходить какой-то дяденька у которого красный нос и когда в 19 веке уже появился образ деда мороза то к нему естественно приписалось что дед мороз красный нос вот это вот а история на самом деле имеет совершенно реальные прототипы да вот это вот была совершенно вещь которая была на самом деле вот с этим самым рамадановский праздники пытались всегда каким-то образом значит узаконить исторически к не надо было заканивать то что это было всегда это все религиозные праздники они естественно отмечались отмечали широко в том числе и народные такие как то предположим масленица ну это понятно да это не надо было объяснять ничего как бы никому все было естественно и вот когда произошла октябрьская революция власть принялась за две вещи это были самые радикальные потому что они понимали от этого может очень многое измениться первое это нужно было снести все памятники царям их прислужникам это была вообще такая болезнь шин невероятная совершенно значит я думаю что вот на примере петербурга это будет самый под петроград и тогда будет самое понятное значит есть медный всадник есть еще значит за медным садником стоит памятник николаю первому который спасли в свое время от большевиков от того чтобы нужно уничтожить то что сказали власти ленинградской что вы знаете это памятник уникальный он стоит на двух точках опоры вы должны сохранить но большевики решили поменять все-таки эти памятники но так как бронзы не было поэтому было принято решение значит у петра первого отпилить головы и поставить на голову счерса а вместо значит николай первого там заменить это на голову чапаева но слава богу это не произошло в общем все осталось на своих местах но праздники нужно было вводить вот потому что большевики прекрасно понимали что вот эта обстановка куда создание вот этой идеологической машины должно как-то работать и тогда появились праздники про которые слава богу на сегодняшний день никто не помнит был общий праздник под названием день красного подарка я думаю что этого никто не знает был праздник день красные кирки был праздник день мопро мопро на сегодняшний день никто не может перевести это международная организация помощи пролетариату. Это вообще безумная совершенно такая вещь, которая существовала и ее насаждали бесконечно. Но ничего с этим не получалось. Мало этого, значит, в борьбе с этими безумными праздниками, значит, и вообще с праздниками как таковыми, была отменена елка и было отменено вообще празднование Нового Года. Надо сказать, что елка на самом деле была не новогодняя всегда, а была рождественская. Но хитрость вот в чем заключалась. На Рождество елку наряжали. И все его праздновали дома там или где-то. Это был совершенно такой удивительный праздник. Значит, в Петербурге, который был тогда столицей Российской империи, богатым, богатым очень был, елки были совершенно невероятные. Одна из елок осталась в памяти человечества, потому что это была елка, которая была украшена исключительно бриллиантами, изумрудами и всем остальным, потому что это елка, которую украшали ювелиры. Так вот, значит, Рождество елка украшается. А что такое Новый Год? Почему все ждали Нового Года? Да потому что после Нового Года, после 12 часов, ну, дети в это время засыпали, поэтому уже 1 января, елку можно было разбирать. И эти подарки, которые висели на елках, можно было забирать. Ну, вы представляете, что это было с подарками, которые были из бриллиантов и всего остального? Ну, тем не менее, вот такие вещи, как бы, существовали. Одним из, по поводу бриллиантов, я хочу вспомнить одну такую удивительную вещь. Значит, одним из праздников, которые всегда в зимний сезон всегда были вот такие, знаете, принятые на разном, причем, уровне, даже на уровне купеческом, потому что были купеческие клубы, там, дворянские клубы, это были балы. Балы — это было вот такое, что такое, знаете, я думаю, что мы когда-нибудь поговорим про балы. Я просто хочу рассказать про единственный бал, который остался от Российской империи в мировой истории. Больше такого балла никогда не было. Значит, времена Александра Третьего и Мария Федоровна и его супруги. Случилось невероятное. В Австро-Венгрии погиб реальный наследник престола. Вот тот, кого убили, значит, летом 1914 года, это племянник Франца Иосифа. А его сын погиб очень странно. До сих пор это никто не понимает. То ли самоубийство, то ли убийство. Он погиб вместе со своей любовницей в знаменитом Венском лесу, про который мы знаем вот эту музыку венского вальса и прочее, прочее. Значит, и баллы были по всей Европе отменены. Мария Федоровна приходит к Александру Третьему и говорит, вы знаете, мы не будем отменять бал. Он говорит, слушай, ну как-то, ты понимаешь, мы везде же все отменили, как-то, ну, что мы будем... Она говорит, а мы сделаем по-другому. Мы объявим черный бал. То есть все должны будут прийти в черных платьях. Надо сказать, что у всех дам черные платья похоронные существовали, но бальных черных платьев ни у кого не было. Значит, началось что-то такое безумие. Эти портнихи бедные сидели день и ночь, шили бальные черные платья. Вся Европа над Россией измывалась. Французские, немецкие газеты писали, что только русские могут такую дурь придумать. Бал черных одеяний. Что это такое? Как это вообще может быть? И вся эта шумиха продолжалась ровно до начала этого бала. Потому что когда бал начался, все поняли, что бриллианты лучше всего смотрятся на черном. Поэтому этот черный бал остался в истории либо как черный бал, либо в скобочках бриллиантовый бал. Потому что вот эта вот красота, которую давали эти камни, которые светились, были совершенно невероятные. Так вот, в 1936 году был возвращен Новый год. Затем возвратился Дед Мороз. Но самое главное, что породил Новый год советского времени. Вот на рубеже 1922 года и 1923, в котором мы сейчас с вами живем, мы должны отметить ровно 85 лет со дня рождения совершенно удивительного сказочного существа, которое до сих пор везде вообще присутствует. Называется она «Снегурочка». Это изобретение отдела идеологии ЦК, тогда ВКПБ. Так что так вот. До новых встреч. Я надеюсь, что мы еще что-нибудь, какие-нибудь неровятные темы коснемся. Пишите нам, присылайте, комментируйте. До новых встреч.